Всем привет, это канал Fader's Up, и сегодня мы с вами посмотрим, как сделать большой, объемный и впечатляющий звук барабанов, даже если исходники оставляют желать лучшего и записаны не самым лучшим образом. Поехали! Впечатляющий саунд барабанов, конечно же, начинается с классного барабанщика. Добавьте к этому студию с подходящей акустикой, преампы, микрофоны, саму установку, которая должна подходить по саунду и, естественно, ее настройку. Но что делать, если не все это нам доступно, а бюджет ограничен? Итак, друзья, у нас есть вот такой замечательный трек. Проект называется To Share a Single Brain, и вы можете найти его по ссылке в описании. Когда мы работали над этим треком несколько месяцев назад, у нас была задача записать классные, интересные, мощные барабаны, но бюджет, к сожалению, как это обычно бывает, был достаточно ограничен. В итоге нам пришлось выбирать либо оплачивать студию, либо оплачивать услуги хорошего барабанщика. Мы выбрали второе, потому что все-таки качество исполнения играет, наверное, решающую роль. Кроме того, когда барабанщик прислал нам демо своих записей в тех условиях, в которых он их записывает, меня вполне удовлетворил этот результат, и я подумал, что смогу с этим сделать что-то действительно хорошее. Давайте посмотрим. Вот так звучали барабаны в исходнике. А вот так они звучат в миксе. Я думаю, вы обратили внимание на то, что исходники у нас очень-очень сухие. Они были записаны в маленькой комнате, и у нас есть всего лишь 7 дорожек, 7 микрофонов. Обычно барабанные мультитреки содержат в себе от 16 до 24 и даже более каналов. Здесь у нас всего лишь 7. То есть это значит, что опций по работе со звуком у нас очень-очень мало. И все, что мы можем сделать, это применить какой-то постпроцессинг для того, чтобы все это раздуть и сделать действительно классным, ярким и объемным. Давайте посмотрим в деталях. Итак, у нас есть микрофон бочки, микрофон малого барабана, микрофон хай-хета, который я попросил записать. Обычно его даже не записывали. Два тома, рэковый и напольный, и стереопара оверхедов. Самая большая проблема этой записи – отсутствие рума. Рум для живых барабанов – это то, что собирает их воедино, делает их целостными, звучащими как один инструмент, как единый организм, а не как набор отдельных звуков, отдельных сэмплов. Именно поэтому рум очень важен. Кроме того, он дает естественную реверберацию помещения, если она, конечно, есть, и дает барабанам объем, плотность и собранность. Так вот, у нас рума, к сожалению, не оказалось. Поэтому первое, с чего я начал при работе с этими барабанами – я воссоздал рум. Сделал я это при помощи трека оверхеда. Я его просто скопировал и положил на него обработку, которая называется Ocean Way Studios. Замечательный плагин от Universal Audio, который позволяет буквально поместить любой сухой сигнал в комнату студии Ocean Way. И это звучит настолько реалистично, настолько классно, что любой рум, любой инструмент просто оживает. Вот смотрите. Без него наш оверхед. И это с ним. Смотрите, какая разница. Какой объем появляется у комнаты. Она становится намного больше, намного шире, намного глубже. И такой рум, конечно, уже будет работать. Дальше небольшая постобработка этого рума. Эквализация, которая прибирает нам низ, прибирает верх. И парочка каких-то неприятных резонансов, которые я убрал. И, конечно же, дистрессор, который расплющивает этот рум на минимальных настройках, так, чтобы у нас не осталось никаких атак и было много-много живого ревера. Теперь перейдем к ближним микрофонам. Кик. Ну, поскольку кик записан одним микрофоном, с этим, конечно, мало что можно сделать. Проще всего было добавить к нему сэмпл. Что я, собственно, и сделал. Основной кик все равно остался в миксе. Вот он у нас. Он хорошенечко отгейтован, закомпрессирован. У него был какой-то весьма неуправляемый сабниз, который я прибрал. И существенно прибрал у него середину, которой тоже там у него хватало. И вместе с ним звучит сэмпл, который сделан при помощи Slate Digital Trigger 2. Здесь, видите, три разных сэмпла смешиваются. А, нет, не смешиваются. Два на мюте. Значит, только один. И дальше бочка у нас идет на группу, где тоже применена дополнительная обработка. Немножко эквализации. Немножко вверх у нас с помощью эксайтера от SSL раздувается. Что тут еще? Еще немножко серединки порезали. Вот это мой любимый плагин. Это Distortion, встроенный от Pro Tools. Идеальная штука, если вы хотите накачать средние уровни и при этом избавиться от пиковых. Он очень аккуратно снимает пики. Бочка становится такой же по пикам, только звучащей гораздо громче. Немножко пост-эквализации. Дальше Snare. Это наш родной Snare. Вот так он звучит в исходнике. Тоже очень-очень сухенько. Нижнего микрофона Snare у нас нет вообще, поэтому нужно еще и пружин ему как-то добавить. Немножко хотя бы. Ну и в целом он довольно-таки неяркий. Гейтируем. Видите, немножко раздули вверх. Немножко низа. Немного компрессии для атаки. И сэмпл. Ну вот сейчас, когда я включаю их вместе, я понимаю, что сэмпл явно у нас доминирует по балансу. Да, он существенно громче. И получаем вот такой мощный пробивной барабан еще и с хвостиком. Хвостик у нас опять же идет от тех сэмплов, которые здесь прикручены. Видите, в отличие от бочки, тут я замьютил только один, а все остальные остались. Это какой-то пресет, скорее всего, выбранный вот откуда-то отсюда. Действительно классный, очень удачный. Несколько сэмплов Snare смешаны вместе. И какие-то из них дают атаки, щелчки. Какие-то из них дают плотность тела и низ. А какие-то дают вот эти вот хвосты. То есть такие руми-сэмплы. Что тоже очень классно. Ну, дальше немножко гейтируем, потому что хвосты слишком длинные были у нас вот в этих сэмплах. Не подходили под темп песни. И немножко компрессии. Дальше на группе Snare тоже чуть-чуть эквализации. Здесь у нас чуть-чуть энхенсеров по низу, по верху. И отрезан самый низ. 114 Гц. Что-то еще есть. А, ну, конечно же, конечно же, low-fi. Без него никак. Идеальный плагин для того, чтобы срезать пики, при этом ничего не испортив. Head. Здесь никаких премудростей. Head записан был очень хорошо. Здесь просто он сделан чуть поярче. Добавлена компрессия. Существенно убран низ, потому что в итоге для микса оказалось классным его срезать и сделать хэт таким легким, воздушным, чтобы он точно никому не мешал и не занимал слишком много места. И убран такой излишний презент с 2 кГц. Это то, что... Видите, делает хэт очень жестким, таким неприятным. Здесь это прибрано аж почти на 5 децибел. Оверхеды. Оверхеды тоже записаны хорошо. Ну, если не брать во внимание, конечно, чересчур сухую комнату. Но, опять же, мы это решаем при помощи нашего искусственного рума. Видите, вот это резонанс комнаты. Такой вот коробочный, неприятный. Его пришлось достаточно сильно давить. Но это в маленьких комнатах неизбежно. И чуть-чуть прибран презент с 3 кГц. Тоже неприятно звучащая резкая частота. Ну и для яркости. Fresh Air. Многие удивятся, что компрессии нет. Если честно, я не люблю компрессию на оверхедах. И теперь добавляем румы. Сейчас наш трек преобразится. Без рума. И с румом. Смотрите, сразу эпичное, большое, мощное звучание. Совершенно другая картина. Ну и остались у нас тома. Давайте их посмотрим. Они здесь... Где-то вот здесь играют. Давайте послушаем. Засолируем их тоже. Все барабаны. Тома здесь тоже смешанные. Оригинальный звук и сэмплы. На оригинальном достаточно радикальная эквализация. Давайте послушаем, каков был исходник. Так тихо, что даже не слышно. Ну вот видите, он еще и зашумлен немножко. Такой тоже очень сухой звук. Не впечатляющий. Ну, это уже на что-то похоже. И к нему мы добавляем сэмпл. Ну, совсем другое дело, да. Опять же, всего один сэмпл. Но делать свое дело. Гейт, эквалайзер, компрессор. И убираем лишний низ. Напольничек. В принципе, тоже звучит неплохо, но очень сухо и неярко, невыразительно. Поэтому, опять же, много верха добавляем. Чуть-чуть подрезаем посерединке. Что-то там 260, 900. И хорошенечко поднимаем 80 Гц. Ну, и компрессия. По сути, этот трек дает нам такое мясо. И дает нам ощущение, что барабаны все-таки живые. Они собраны из одних только сэмплов. Ну, сэмплом сразу появляется атака, сразу появляется тембр, характер, тон. И глубина. Потому что вот этих всех резонансов, которые у нас присутствуют в нашем сэмпле, к сожалению, в оригинальном треке мы не слышим. Аналогичная обработка, как и на рековом томе. Да, все то же самое. Даже низ также срезан. А с низом, кстати, так получилось. Потому что, когда уже на финальных стадиях я сводил этот трек, я понял, что сбивки очень грузно звучат. И низ просто его слишком много. Поэтому было принято решение на всех томах низ прибрать. И, кстати, на группе томов есть... О, смотрите, какая есть хитрая обработка. Давайте посмотрим. Это не просто эквализация. Это динамическая эквализация, которая работает в режиме экспондирования. То есть, в момент, когда у нас идет атака, тома и амплитуда высокая, у нас подрастает верх и подрастает низ. Потом на хвосте они уже так сильно не бустятся. И таким образом у нас идет мощный, хороший пинок. А потом вот эти два шеофа сдуваются. И у нас нет ни гула, никакой лишней грязи. И, видите, немножко раздул нижнюю середину. 425 Гц. Опять же, для плотности, для мяса. И Сатурн. Сатурн наше все. Сатурн добавляет нам гармоник. Увеличивает сустейн, смотрите. И, кстати говоря, он, как финальное звено, есть на всей группе барабанов. По-моему, примерно с такими же настройками. Нет, здесь поменьше гейна. То есть, видите, драйва прям совсем чуть-чуть. И этот драйв, обратите внимание, он завязан на огибающую. Он срабатывает только, когда идет атака. Все остальное время его почти нет. Что позволяет не вытянуть слишком много хвостов, слишком много гула, сустейна и грязи. А транзиенты, наоборот, сделать более выразительными и более яркими при меньшем их пиковом уровне. Итак, еще раз слушаем. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и предлагайте темы для дальнейших видео. И не забудьте подписаться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!